так нажми вот эту кнопку вот так хорошо а ну теперь вот эту молодец молодец выше 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 черт бежим ничего не переживай ну просто не ту кнопку нажал отвернись отвернись не смотри ну Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Да, спасибо. Я маскоту-невесту ищу. А, привет, кстати. Как вам этот вариант? А маскот решил жениться? Да. Он после этой гулянки сам не свой. Постоянно мяукает, хочет выскочить за дверь, трется обо все. В общем, любви хочет. Не наказываю. Да. Доброе утро. Доброе утро. Смотри, Костя, чтобы не было, как с кошкой Мамоновой. Будет от нее по всем углам шарахаться. Так мы ему обычную найдем, не прокурорскую. Это верно, Костя. Чем девушка проще, тем она лучше. Какао, пожалуйста. Я, вообще-то, по работе. Дело появилось. Мутное. Как ты и любишь, Влад. На пустыре нашли труп мужчины. В животе дырка от пули, а в кармане документы. На имя Константина Ольжича, госчиновник, который, между прочим, в это самое время должен был находиться по домашнему аресту. Велили быстро разобраться. Настюхе я уже свистнул. Едем труп смотреть. Хорошо. А мы с Сашей тогда поедем к этому Ольжичу домой. Может, с ним все хорошо, а документы так подкинули. Спасибо. Смотри машину, не запачкай. И осторожно, да. Малого с утра в школу отлазил, не успел позавжить. И что, у ребенка бутерброд отобрал? Ага. А ты что такой смырной с утра? Не выспался? А я опять до двух ночи в банки играла. Так, внимание. Константин Ольжич, крупный казнократ. Решил пойти на сделку со следствием и сдать своих поддельников. Так, остор... Коля, осторожно. На, Коля. Прости. Итак, Ольжич, будучи под домашним арестом, выбросил для себя охрану. У него многие хотели его заткнуть. Так, о, вот это интересно. Два дня назад решил отказаться от сделки и своих показаний. И вот. Мальчик, я вам не показалась или у Саши с Владимиром отношения наладим? Да, не показалась. Что там еще по Ольжичу? Да пока все. Нужно от рук глянуть. А вдруг не он. Угу. Я вас целую. Все, пока. Бабушка настаивает, чтобы ты сегодня к нам заехал. Полностью с ней согласен. Для тебя теперь самое безопасное быть рядом со мной. Под присмотром моим. Постоянно. Это на тебя так взрыв подействовал? Ты же помнишь моим ни слова. Само собой. Ты же понимаешь, что в постоянном месте не получится? Ну почему? Есть варианты. Подожди. Это ты вот так предлагаешь нам жить вместе? Ваша проницательность делает вам честь, как со щеком. Молчание – знак согласия. Я сама удивляюсь, но... Ну да. Бум! Только я чувствую себя немного свиньей. Из-за Дениса. Ваша проницательность делает вам честь, как сыщику. Надо с ним поговорить. Поговори, обзори. Совсем подурели. Сами в подвале вентиль с водой перекрыли. Зря только нас гоняли. Как сами. Те ремонтники, которые ночью приезжали, в люк залазили. Ну и что, помогло? Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Петяна Романенко – особый отдел. Нужно проверить ваш объект охраны. Добрый. Ну, проверяйте, если нужно. Спасибо. Здесь всегда находится дежурный. И на улице один сотрудник дежурит на входе. Так что ваш Вольфович никуда не денется. Садись. Он еще пока не выходил. Вчера лег спать в рабочем кабинете. Что происходит? Здравствуйте. 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 Вот люди с особого отдела приехали. Хотят поздороваться с вашим мужем. Пожалуйста. Константин, к вам посетители. Не понял. Вскрываем двери. Боже мой, Костя! Никуда нашел, что с ней денется, да? Да, но как? Высоко. Разберемся. Можете уносить? Коль, поговори. Спасибо, если что, мы с вами свяжемся. Да, Саша, что у вас? Судя по фотографии, в мешке лежит Ольжич. Ага, только малость бледноват. Судя по степени окоченения, он умер часов 6-8 тому назад. Застрелен выстрелом в живот, но крови почти нет. И убийство произошло не здесь. Скорее всего, его привезли сюда на автомобиле. Других повреждений нет. Ольжич пропал из-под домашнего ареста. Можно сказать, опознали. Поехали. Как вы провели вчерашний вечер и ночь? Как обычно. Я вернулась домой около 9-ти, поужинала и легла спать. А муж? Что муж? У него своя жизнь, у меня своя жизнь. А дети у вас есть? Они могут что-то рассказать? Сын Артем. Ну, он с нами не живет давно уже. Ему 27 лет. Я правильно понимаю, если ваш муж отказывается от сотрудничества со следствием, все ваше общее имущество подлежит конфискации? Все правильно. У меня есть свои сбережения, мне хватит, если что. У вас есть огнестрельное оружие? У меня есть пистолет и разрешение в порядке. Мы можем посмотреть на ваш пистолет? А у меня есть выбор. Я не понимаю. Кроме вас, еще кто-то имел доступ к сейфу? Нет. В таком случае, мы вынуждены задержать вас до выяснения. Ваш муж был найден застреленным. Это я. Я его убила. Спасибо, что приехал, Сергей Яковлевич. Я нынче из дому не выхожу. Безопасность. Все в порядке, Григорий Яковлевич. Для чего еще нужен адвокат? А вы уверены, что у ваших детей не вводят споров из-за этого? Нет. Людмила все поймет правильно, а Влад отрезанный и ломоть. Ему ничего от меня не нужно. И никогда не понадобится. Ну, не когда это слишком долго. Пока мы живы, все может еще измениться. Вы же не собираетесь умирать? Нет. Я собираюсь жить долго и счастливо. Кстати, насчет Влада. У меня для него все же кое-что есть. Спасибо. Обширный инфаркт. Такое ощущение, что это мы ее добили. Это не мы, это Ольжич. Извините, я сюда нельзя. Вы кто? Я сын. А что случилось? Мне домработница позвонила. Вы, Артем? Старший лейтенант Корнеева. Новости не самые приятные. Ваша мать может быть причастна к бегству и гибели вашего отца. Вашего отца застрелили. Где вы были сегодня с 12 до 3 часов ночи? Спал у себя в кровати. Вы меня что, подозреваете? Вы что ли и с мамой так? Это вы давили ее до приступа? Что это было? Допрос? Предявление обвинений. Без адвоката? Да я в суд на вас подам за превышение полномочий. А пока будете заниматься судебным иском, у меня к вам просьба. Не уезжайте из города. У меня мать в больнице. Куда я уеду? Капитан Романенко, слушаю. Ого, как официально. А для тебя только так. Сын, у тебя все нормально? Лучше, чем когда-либо. Сынок, слушай, я чуток виноват перед тобой, но я понятия не имел, что ты будешь на этом чертовом складе. А про остальных людей ты имел понятие? Да ты об остальных не думай. Они заслужили. А кто ты такой? Чтобы решать, кто что заслуживает. Так, сын, сын, не кипятись. Я мириться звоню. В гости зову. Ну, увидеться надо. Я сейчас не выездной. Ты же знаешь. Ну, поговорим, посидим, разделим наши сферы влияния. Мне с тобой говорить больше не о чем. И увидеться с тобой я готов только в зале суда или в допросной. И никогда больше ничего с тобой делить не буду. Григорий Олегович, извините, вам сюда нельзя. Как на зоне. Хороший. Что у вас там такое? Костяка новая подружка. Опа. Ого. Прикинь, я взломал облако Ольжича, а там вот эта вот милая парочка. Знакомьтесь. Юля Кушнирук, 23 года, работала бухгалтером Ольжича. И по совместительству на полуставочке. Его любовницы. Понятно. Служебный роман. О, ничего так фигуристая. Так, с чего я пришел-то? А, да. Поняли, как сбежал наш кадр? Поняли. Сейчас Илюша покажет. В 23.55 в доме пропала вода. В 00.20 приехала аварийная служба. Открыли люк возле окна комнаты Ольжича. Оперативник подошел и уточнил документы. Номер записал. В 00.30 привезли пиццу. Оперативник на минуту зашел к своим забрать свою долю. Кунга Варики перекрывал обзор окна от пункта наблюдения. В 00.45 аварийка уехала, хотя вода в доме так и не появилась. Мы проверили. Ольжич лично перекрыл воду в подвале и инсценировал звонок аварийную службу. Номера на аварийке фальшивые. То есть не похитили, а сам сбежал? Ну, накануне к Ольжичу приезжал семейный адвокат. Но показания давать он отказался, ссылаясь на адвокатскую тайну. Так, я запустил отслеживание камер. Попробую найти, откуда приехала эта аварийка. Так. Ищем, кому выгодно, чтобы Ольжич отказался от показаний и умер. Во-первых, начальник Ольжича Никите Смешко. Если бы Ольжич дал показания, Смешко сел бы всерьез и надолго. Есть данные. Так, есть. Так, вот номера поменяли вот в этом квадрате. Что у нас тут? Завод Оилмашпром. Принадлежит теще Никите Смешко. Упс, Денис, дуйте к Смешко. Саша, Влад, навестите любовницу Ольжича. Хорошо. Костик, проверь эту жену Ольжича. Что у нее на счетах, снимала ли крупная сумма. Сделаем. Спасибо. Хочу, чтобы знали все. Для родного города не жалко ничего. Двадцать лет одно и то же. Чинуша Смешко открывает детский садик. Никакой фантазии. Пошли. Да. Добрый день. Капитан Шиповал. Хотим поговорить с вами о гуманизме. Сейчас не совсем вовремя. У меня совещание. А у нас труп. Отойдем? Какой труп? Вашего подчиненного Константина Ольжича, которому вы помогли сбежать из-под домашнего ареста. Припоминайте? И вам придется проехать с нами. Хорошо. А может начнем без адвоката? Ну, вы же понимаете, что коррупционера, депутаты еще могут выбрать. А коррупционера, который убил человека, вряд ли. Нет, вы, конечно, только подозреваемый, там, тайна следствия и все такое. Но даже у стен есть уши. Да, Коль? А? Я говорю, у стен уши есть? Эти вот журналюги, знаешь, вот я вот ума не приложу. Как они все узнают? Не понимаю. Я тоже не знаю, у тебя есть знакомые? У меня вот лично нет. Как они? Ладно, шантажисты хреновы. Да, это я организовал побег Ольжича. Но к его смерти я не причастен. А в живот он сам себя выстрелил, да? Чтобы вам приятно сделать. А с Ольжичем мы договорились полюбовно. Я его убедил отказаться от показаний, а взамен пообещал большую сумму денег, и организацию побега из страны с беременной любовницей. Юлия Кушнерук. Да. А связь с Ольжичем мы держали через семейного юриста. Можете проверить? Не можем. Адвокатская тайна. Мы подогнали аварийку к назначенному времени. Подготовили машину для Ольжича за углом. Он должен был встретиться с любовницей и вместе с ней приехать на аэродром. Вот так и не приехал. Отличная сказка. Вот мне тоже понравилось. Класс. А в реальности выманили Ольжича и убили, так? А у меня есть доказательства. Давайте. Ну-ка, ну-ка. Вот, вот, пожалуйста. Перевод денег на счет Ольжича, бронь авиабилетов и бронь отеля. Слушайте, стал бы я тратить такую кучу бабла, если бы хотел убить Ольжича. Потом я был бы первым подозреваемым. Мы все проверим. Это машина для побега Ольжича? Да. Вот. Объявляем розыск. Ну что, я могу быть свободен? Дышите глубже, граждане Смешков. Подозрения с вас не сняты. Ну и, конечно же, препятствия правосудию. Так что вы у нас задержитесь месяца три на четыре. Может пять. Влад, ты, как всегда, в своем репертуаре. Если человек не выходит на связь, это не повод вламываться к нему в квартиру. Саша, отца ее ребенка застрелили в живот. Сама она пропала, не отвечает на звонки. Мы не будем ничего трогать, просто посмотрим, раз уж мы пришли. Ты думаешь, ее похитили? Нет. В ванной ни зубной щетки, ни пасты. У входа тапочки только одни и те мужские. Она собиралась в попыхах, но самое важное все же взяла. Понятно. Что-то еще. Юль, ты чего дверь не закрываешь? На звонки не отвечаешь. Юль! Что вы здесь делаете? Копаемся в чужих вещах. Но не переживайте, работа у нас такая. Скажите, а где еще может быть Юлия? Не знаю, я сама ее ищу. А вам она зачем? Вы знакомы с Константином Ольжичем? Да. То, что он женат, конечно, как-то нехорошо получилось. Но к Юлечке он отлично относится. Женой практически развелся. И малыша Юлиного усыновил. А Юля уже родила? Нет. Он подписал усыновление в утробе. Пренатальное, вот. Вчера вечером Юля мне позвонила и сказала, что срочно должна уехать. На звонки не отвечает, пропала. А, там женщина была. Я по голосу слышала. В подъезде есть камеры наблюдения. Посмотрим, что за женщина была с нашей Юлей. Спасибо. Извините, пожалуйста. Люда? А ты где? Я вот только домой зашла. Покупала подарки для гостей Максима на завтра. А в наши времена только именинникам дарили подарки. Вот. А сейчас никто с праздника без подарка не уйдет. А знаешь, что Максик заказал на день рождения? Ну что, ну, конструктор какой-то, мотоцикл, ну. Не. Чтобы деда пришел на звезды смотреть. Да. Па, ну, приходи. Ну, это же единственный шанс нам всей семьей собраться. Влад будет. Ну, ну, что, такая прям там опасность? Что, Влад будет? Может, и приеду. Да, я чего звоню? Я с Шаровым договорился. Ну, насчет охраны. Так что я не переживаю. Да, он надежный. Угу. Ну, давай, до связи. Клим не дурак, чтобы выбираться из своего замка. А значит, шансов нет. Ты место выбирай. Чтоб дорога хорошо просматривалась и стволы чистят. А остальное не твое дело. Понял? Ага. Давай-ка, договорю. Судя по камерам на подъезде Кушнирук, вчера именно Наталья Ольжича увезла куда-то Юлию. Но допросить ее пока что нельзя, потому что она все еще не пришла в сознание. Вопрос, знала ли она, что он усыновил нерожденного ребенка Юлии и куда ее увезла. Юлия границы Украины не покидала. Разослали запросы во все раздомы, но женщины с такими именем и фамилией там нет. А ее телефон в последний раз работал вчера днем. Мама звонила. Это очень плохо. Да, не фонтан. Причем калибр пистолета, который пропал у Натальи, совпадает с тем, из которого убили Ольжича. И на сейфе только ее отпечатки. Слушай, а может она с мужем из окна вылезла? Нет. Как бы она потом обратно залезла? Со счета Натальи Уольжича неделю назад снималась крупная сумма наличными. Вот. Не обязательно все делать своими руками. Заплатила она киллеру за мужа. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Скоро будем. Патрульные нашли машину, на которой ехал Ольжич. Похоже на соус. Да, хорошо. Спокойный ночи. Ну что, Коль, пошли окрестности осмотрим. Я с вами. Да нет, мы с вами справимся. Ты домой езжай. Вы домой езжайте, голубки. Пошли. Понял, спасибо. Что-то случилось? Нет. Бабушка тебе привет передавала. Они уже продолжатся. Значит, ты сегодня ко мне поедешь без их благословения? Нет. Мне кажется, я им грустно. Сегодня я поеду к себе, ладно? Саша, мы же договорились для твоей безопасности. Капитан Романенко, мне кажется, вы рационализируете эмоциональный порыв. Виктория Петровна, вы прячетесь где-то здесь? Ну я серьезно. Дело же не в безопасности, правда? Правда. Просто не хочу тебя отпускать. Ладно. День у них, день у меня. Наталья Ольжич по-прежнему не приходила в себя. Никаких зацепок в ее телефоне Костик не нашел. Да. Если она и нанимала киллера, то делала это в устной форме. Мы пытались узнать у Артема, знает ли он что-то про кушни рук, но его не было дома. Консьерж сказал, он как вчера ушел, так и не появлялся. Телефон выключен. Готовы данные по машине. Отпечатки самого Ольжича, кровь его же. Есть и другие отпечатки, но в базе их нет. Крошки от какой-то еды, лужа соуса. Кстати, я побаловалась новыми реактивами. Прикиньте, это апельсин природной ферментации. Кстати, вот этот уникальный соус делают только в одном ресторане. Это китайский фастфуд. Отлично, кстати, я там постоянно заказываю. Вот, а я всегда верил, что аппетит Костика нам пригодится. Ну, так тогда надо мотнуться в этот ресторан. Да, нужно. Поедем, Саша? Алло. Вообще-то я тут пока что главный. Влад, Саша в ресторан. Коля, Денис и Костик. Ищем Юлию и Артем. Угу. Лаборатория. Ребята, собираем подарки, отправляемся одеваться. Скорей за мной. Люд, скажи, я не понял, а кто это такой вот в рыбашке? Это наш давний знакомый. Да? Только ну хватит паранойи, тут все свои. Что-то я этого давнего знакомого не помню. Мы готовы отправляться на поиски сокровищ. Отлично. Ты же пойдешь с ними? Ну, конечно. Иди. Спасибо. Взял нам поесть. Класс. Спасибо. А еще взял вот это. Скинули с наружных камер. Примерно с часу ночи до половины второго. Ужин с убийцей. Забавно. Версия с киллером точно отпадает. Угу. Ольжич сел с этим человеком в одну машину и съездил поужинать. Да, я взял чек заказа у Ольжича. Так, один вок с курицей, апельсин, базилик, плюс имбирный лимонад, и один диетический рис, плюс кола без сахара. Диетический? Похоже, с ним все-таки была Юга. Да, вот тебе и бедная жертва злой жены. О, а вот это вроде ничего так. Маскот, тебе нравится? У нее хвост облезлый. Коты на хвосты не смотрят. Да, маскот? Ну, это засада, а? Не можем маскоту кошку найти. Да. Я думаю, у животных хотя бы с этим легко. А вот это? Ну что, нашли что-то? Да ничего. Испаряются они все, что ли? Это не мой. Вичдок. Да, давай быстрее. Да, алло. Добрый день. Просим вас составить отзыв о покупке в нашем магазине. Ммм, о какой покупке? Алло, вас плохо слышно. Родильный пакет вы у нас покупали. Вчера вечером доставили. Да-да-да-да-да. Напомните, пожалуйста, на какое имя? Мужчина, вы же вчера сами писали письмо и уточняли. Роддом в пуще. Юлия Гончар. Ну так что, будет отзыв? Роддом в пуще. Юлия Гончар. Поехали. Да. Если вам дорог ваш внук, советую через полчаса быть на Петропавловской, 52. Нам есть о чем с вами поговорить. Алло, пап, привет. Люда. А где Максик? Его с детьми увел аниматор в лес. Сокровища ищут. А ты приедешь? Да-да. Паш, что случилось? Ничего, просто хотел его с днем рождения поздравить. Да, я, наверное, приеду. Заодно с Ладом увидимся. Да, Влад, на работе застрял. Охрана! Да. В борт, быстро, выезжай. Есть. Костик со своим котом совсем запарился. Ну, как можно было проморгать этот заказ? Письма с подтверждением из интернет-магазина действительно не было. Кто-то вошел в почту Натальи с рукава IP-адреса и удалил письмо. Откуда Костику было знать об этом? Все равно я не понимаю. Юля поужинала с Ольжичем в машине. Пристрелила его и поехала рожать. А Наталья еще подогнала детских товаров в благодарность. Это не Юля ужинала с Ольжичем в машине. Это был человек, который удалил письмо с почты Натальи. Он ел диетическую еду. Потому что у него диабет. И вот же чему доверял. Это человек сначала поужинал с ним и потом застрелил. И кто это? Встали! Встали! Значит так, вы сейчас спокойненько отойдете в сторону. Мы с ней выйдем и со всеми все будет в порядке. Спокойно. Спокойно, спокойно, спокойно. Назад! Назад, я сказал! Стойте! Вот сейчас поедем в участок, и тогда со всеми все будет в порядке. Спасибо за реакцию. Да, ты будешь сам справился. Да. Скоро будем. Наталья Ольжич пришла в себя. Пригория Ольжич, притормозите. Мы вперед. Прижмись. Чего встали? Разворачивайся. Сосада, быстрее! Влево! Влево принимай! Пистолет, быстрее! Сосада, быстрее! Сосада, быстрее! Хреб, папа! Смерт, папа! Не наставь! Вам нужно срочно ехать в роддом, в Пущу. А если он доберется до нее первый... Мы уже были там. И он добрался до нее первым. И что? Ничего, познакомился с новорожденным братом. О, Боже! Слава Богу, он не взял грех на душу. А другой грех? Артем хотел вмешаться в бегство отца? Да. Ко мне пришел наш юрист и рассказал о планах мужа. Артем все слышал. Мама, он сказал, где место встречи папы и этой шалавы. Не вздумай туда ехать! Я все равно выяснил! Ну, не волнуйся. Я просто попробую с ними поговорить. С ними обоими. Артем бесился из-за решения Кости. Это значило конфискацию всего. Артем игрок. Ему очень нужны деньги. Анализ вашего ноутбука нам на многое пролил свет. Ваш прошлый долг в онлайн-казино покрыла ваша мать. Мы подумали, что она киллера наняла. А на новый ваш долг у матери денег не было. Если бы отец сбежал, конфисковали бы все, на что вы рассчитывали. Вот вам и мотив. Это несправедливо. Ну, что поделаешь. Почему он думал только о себе и об этом маленьком ублюдке? Я пыталась уговорить Тему отказаться от своих планов. Я же знаю его характер. Потом я поняла, что он все равно сделает по-своему. Тогда я поехала к Юле и убедила ее в том, что ей угрожает серьезная опасность. Я отвезла ее в роддом под чужим именем. В живем не нашли ни муж, ни сын. Вы думали, что если Юля не явится на место встречи, то ваш муж сам вернется домой и все будет как прежде? Я просто хотел отговорить его от побега. Я не хотел стрелять. Все было нормально. Его любовница даже не приехала к месту встречи. Мы поужинали. А потом он сообщил вам, что усыновил ребенка-любовницей. И у вас появился конкурент в борьбе за наследство. Я все поняла, когда открыли сейф, а пистолета не было. Только Тема знал код. Больше никто. У нас также есть результаты баллистической экспертизы. Ольжич был застрелен из того самого пистолета, который вы похитили с сейфа матери. А также угрожали Юлию Кушнируку. Также есть отпечатки из машины. Неопытные преступники часто забывают про нижнюю часть дверных ручек. Вы можете ознакомиться, пожалуйста. Мы знаем, что вы убили своего отца. Ты что, опять курить начал? Сорвался? Да нет, это я так сублимирую. Нашел замену, когда даже пластырь не помогает. Понятно. Денис, я... Я хотела поговорить по поводу нас с тобой. Меня и Влада. Саша, я что, похож на детсадовца в описанных штанишках? Нет? Ну, все, и не надо мне объяснять очевидные вещи. Знаешь, когда взаимной любви нет, тогда уж лучше дружба. Так говорят умные люди. И правда. Очень умные. Ну, а в дружбе она с тобой полное взаимопонимание. Десять. Приседать. Костик, может, за эту? Я не знаю, москот. Как тебе? Смотри. Да при чем тут он? О. А это нет, мы ей звонили. За эту? За эту? За эту? Мальчик. Тяжелый случай. Ну что, ты поедешь на день рождения к Максиму? Ну, да. Сегодня же очередь у меня. Да, да, да. Ну, ты настоящий. Ну, смотри. Да. Смотри. Слышь, молодежь, отпустите кота. Чего это? Отпустите кота, я говорю. Вас всем учить надо. Хорошо. Ну? Ну? Ну, и что? Он сейчас убежит? И что мы потом будем? Опять двое суток его искать? Ничего вы не понимаете. Никуда он не убежит. Придержите дверь. Москот, стой! Там ваш москот не место себе завел. А вы даже не знали. Добрая ночью. Давай, пока. Мама, мама, мама. Ой, ну, наконец-то я уже волноваться начала. Давай. Мамуля, смотри, как клево. Что? Мамуля, смотри, как клево. Класс. Раздеваемся. Давай. Теперь давай дедушке позвоним. Угу. Иди, Макс. Я поняла, а? Хранил для особого случая. А у нас сегодня особый случай? Самый особый. В моей жизни. Ордевы. Т Люсь, но я уже никак не успею. В отца стреляли. Он при смерти. В смысле? Так, я еду к нему в больницу. Они сказали, все очень плохо. Что случилось? Ну, Клима покушение совершили. Он жив? Да. Поедешь к нему? Нет. Все очень плохо. Люся сказала, он под охраной. Куда он поехал? Зачем? Влад, ты должен к нему поехать. Если не поедешь, будешь жалеть об этом всю жизнь. Пойду прогуляюсь. Пойду Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»